Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня у нас очередной ролик из садового центра Порошкина. Мы продолжаем нашу зимнюю серию и разговоры с нашими экспертами о делах насущных, то есть зимних в том числе. Сегодня у нас в гостях ваш любимый эксперт Лада Кулыгина, садовник, специалист по обрезке, ландшафтный дизайнер. Здравствуй, Ладушка. Здравствуй, Андрей. Здравствуйте, ребята. Я хочу тебя поблагодарить, потому что я думал, что мы с тобой, может быть, запишем ответы на вопросы под твоими роликами, но ты у нас большая молодец и, в отличие от других наших экспертов, находишь время на то, чтобы подробно, обстоятельно и по делу отвечать на все вопросы, которые к тебе приходили, за что тебе отдельное спасибо. Но, тем не менее, у нас сейчас нет возможности с тобой выйти в поле, в сад и что-нибудь там кому-нибудь обрезать. Но я боюсь, что тема не потеряла актуальность, поскольку снегопады у нас, как всегда, наша снегоуборочная техника оказалась не готова к снегопадам, у многих даже и в саду происходят такие мелкие катаклизмы. У кого-то разломалось снегом рододендрон, у кого-то развалился можжевельник, отвалилась ветка от туи, снеговой нагрузки не выдержало какое-то дерево. То есть, мне кажется, что вполне актуально сейчас поговорить. И если какая-то такая неприятность случилась в саду, возможно ли взять в руки секатор, пилу, веревку, укрывной материал, ну и как-то помочь нашим растениям связать, укрыть, привести их в порядок, произвести, может, какую-то корректирующую санитарную обрезку? Ну, можно это все сделать, конечно, но сейчас очень много снега, поэтому сейчас главная задача – беречь растения как раз от того, чтобы их снегом не помяло и не разломало. То есть, после большого снегопада, если у вас есть возможность выйти в сад и стряхнуть, например, снег с кустов рододендронов, если они большие или с изгороди, с туй, даже бывают с крупных яблонь, чтобы не было разломов. Если есть возможность, выйдите в свой сад, стряхните это все, постарайтесь очистить. Ну, и дальше наслаждайтесь жизнью зимней. То есть, можно взять какой-то венчик или швабру и пойти немножечко… Да, можно что-нибудь потяжелее взять, грабли какие-нибудь и постучать. Я просто опасаюсь, что ломкость у растений с морозами повышается, поскольку вся влага оттуда уходит, веточки становятся более ломкими, более хрупкими. Как бы, понимаешь, действует так, чтобы не навредить, потому что вроде как бы хочешь растению помочь, а как бы его не поломать. Ну, растения достаточно, ребята, крепкие, поэтому включаем голову, как всегда. То есть, мы должны быть… Все делаем осознанно. То есть, берем, стучим аккуратненько, стряхиваем. Можно просто потрясти дерево, чтобы снег этот обвалился лишний. У нас, ты понимаешь, да, в последнее время, в том числе наш с тобой любимый Виктор Тропченко, ратуют за то, чтобы не производить осеннюю обрезку, а отдать преимущественно это время весной. Потому что хочется выйти в сад и увидеть там, ну, по-прежнему не потерявшие декоративность какие-то злаки, может быть, какие-то шапки гортензий. И вот сейчас, собственно, эти прекрасные шапки гортензий под тяжестью снега и ледяного дождя делают хруп пополам. И, собственно, кустик страдает. Можно ли выйти сейчас с секатором, не боясь причинить, собственно, той же самой древовидной гортензии, или мечелечатой гортензии, какой-то ущерб? Да нет, какой там ущерб? Растения отдыхают сейчас. Можно совершенно спокойно обрезать всё, что вам нужно, если вам это так хочется. Всё, что мешает, всё, что не нравится, бесспорно можно обрезать. Но просто я радуюсь за то, что должно это всё происходить в нормальное время для человека. Ну, ты понимаешь, все были не готовы, опять же таки. Вдруг зима наступила с 1 декабря, но когда такое было? Никогда. Ну, секатор, я думаю, всё-таки отложить стоит в сторону, а взять верёвки, связать то, что вы не успели связать, например, да, там, многоствольные туи, вот они страдают от того, чтобы, там, если они недостаточно крепкие и большие, чтобы он не развалился, куст, мы его связываем. То есть, берём просто как бы тую и как серпантину верёвкой её обвязываем. Можно взять просто обычную верёвку. Не надо там неукровной материал. Нет, только не забыть её потом снять. Ну, это понятно. Об этом мы обязательно напомним с тобой, я ближе к весне. Также вот кусты рододендронов говорят, что многие разламываются. Но если он хорошо сформирован, обычно для него это не опасно, потому что маленькие засыпают сейчас очень много снега, и они там спокойно зимуют. Для них сейчас погода отличная, просто навалила кучу снега. Ну, вот да, вот с вечно зелёными растениями существует такая определённая проблема, поскольку листик каждый имеет вот эту дополнительную площадь, на которую налипает снег, всё это утяжеляет. И вечно зелёные рододендроны, магонии подуболистные, что там у некоторых падубы в последнее время стали заводиться в садах. Ну, достаточно много появилось каких-то растений, помимо хвойных, которые долго держат лист. То есть, достаточно просто взять верёвку, всё это дело, не надо вокруг этого прям бежать, строить какой-то шалашик, какой-то защитный существо. Ну, я не люблю игры вот с этими, с экзотическими растениями. Ну, это такие пограничные же всё-таки, нельзя их назвать экзотическими. Ну, магония. Ну, магония, то есть, нет, а какие проблемы? Она у нас не вырастает высокая, она вся обычно прячется под снегом. Там наступает проблема, когда снег тает, да, когда у нас начинаются оттепели вдруг среди зимы, всё это растаяло, наша красота белоснежная, и тут же замёрзло. Вот это проблема для любого растения, как бы, вот на северо-западе у нас основные проблемы из-за этого у растения. Растения страдают от того, что нет постоянного, то есть, когда есть снег, укрыло всё, и всё прекрасно там зимует под снегом, под этой шубой. За розами, например, мы ухаживаем как-то, да, то есть, на некоторые розы ставится укрытие сухие, чтобы они не страдали зимой. И то это, как бы, защищает, как это, не от мороза защищает, а, по моему разумению, это защищает розы от высыхания, от высушения. И сушения, да, потому что мы как-то с Мариной Шманской, помнится, спорили, какое она укрытие делает для роз, какое я делаю. Ну и, как бы, вот сопоставь бифы это всё. Ну, то есть, она говорила, что важно сухое укрытие, да, то есть, она делает геотекстиль, сверху закрывается, чтобы не промокала каким-то полиэтиленом или чем-то. Ну, из моей практики я использовать стала для укрытия, например, очень толстый спонбон, геотекстиль, совсем толстый такой, мохнатенький. Вот он хорошо держит. Мне кажется, всё-таки у него какая-то гигроскопичность, в отличие от полиэтилена, есть. Ты знаешь, нету, потому что он настолько плотный, и с него, даже если тавить начинает, он не пропускает практически влагу. То есть, она с него скатывается или пропитывает, его не пробивает дождём, как мелкий, тонкий вот этот геотекстиль, да, который, то есть, вот такие вещи. Ну, это такая уже по опыту, по-моему. То есть, в принципе, да, в качестве зимнего укрытия, чем толще геотекстиль, тем лучше. Да, он защищает от ветра. Вот почему у нас в садах говорят, что вот там какое-то экзотическое растение, мы должны посадить там, где нет неветреной чай, да? Потому что вот зимой это очень проблематично, вот ветер иссушает, если мороз и ветер, это очень плохо для России. Вот такой есть насущный вопрос. Как я говорил, у нас многие садоводы оказались ни морально, ни физически не готовы к снегопадам с 1 декабря, которые у нас произошли. А мы, как правило... Зима пришла неожиданно. Да, как всегда, как всегда пришла неожиданно. А многие, ну, розы считают, чем позже как бы их накроешь, тем лучше. Потому что, ну, будут все эти оттепели, и, ну, не успели они накрыть эти розы, сейчас на них нападало полметра минимум снега. И, собственно, вот встал такой актуальный вопрос. Раскапывать их и закрывать? Или так и оставить? Так и оставить. То есть, как бы... Нет, ничего не надо делать уже сейчас. Если есть снег, пусть они там зимуют спокойно, и они перезимуют. Но вот когда снег сойдет, надеюсь, не будет этого, у нас до весны, пожалуйста, не надо. То есть, если снег сойдет, тогда можно... Тогда можно поставить укрытие, да, и... Если розы спрятаны под снегом, ничего не делать, и, бога ради, не надо ничего откапывать и городить там шалаши и прочее. Розы в снегу... Достаточно успокоиться уже на пустыне. Да, 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 нормально будет им. Все хорошо там. Хорошо, слушай, ну вот а вот снеговая нагрузка на деревья. Ну, не у всех, к сожалению, правильно сформированы те же самые деревья. У некоторых существуют острые развилки какие-то. Обрезка осенняя там оставлена на весну. И существует опасность разлома. Можно что-то как-то уберечь. Наши там молодые какие-то саженцы. Грушины, яблони, плодовые, которые вот довольно-таки тоже хрупкие в связи с морозом и подвержены разломам. Можно их тоже, например, не знаю, связать. Можно стяжку поставить. Можно, когда, например, очень много плодов на деревьях созревают. Мы делаем подпорки, да, такие. А, то есть вот эти вот подпорки от плодов, их можно использовать как и подпорки от снега. Да, да, да. Ну, особенно вот если лёд, вот этот ледяной дождь и деревья там. У меня, ты понимаешь, какая неприятность? У меня не все яблоки отвалились. Яблоки. И там, ну, висит, наверное, ещё килограммов цать. А свиристели к тебе не прилетают, что ли? Мне кажется, свиристели в этом году совершенно обожрались. Обожрались, обожрались, потому что, посмотри, у нас количество рябины на деревьях такое, что непонятно, то ли голод, то ли война начнётся. Да нет. Как по народным приметам. Посмотри, все рябины у нас просто изнемогают под тяжестью плодов. Рябины много, да-да. Да, и, собственно, яблони в этом году тоже у нас немножечко так перестарались. И не все успели переработать урожай. А вот у поздних сортов, как ты знаешь, да, к сожалению, плоды сами собой отваливаются довольно нескоро. И вот то, что не успело отвалиться, оно там, мне кажется, намертво попримёрзло и прогнулось. То есть, наверное, стоит достать обратно подпорки. Ну, можно поставить, да. Я не думаю, у тебя яблони-то не с таким большим вылетом в ветвей вряд ли. Ну да, слава богу, я всё-таки, поскольку всё-таки общаюсь регулярно с тобой, с другими экспертами, чему-то поднаучился, да. И не совсем уж я безнадёжен. Да нет, конечно, у всех есть большое будущее, если взять секатор и пилу, и начать... И веник. И веник. И заняться зимними видами спорта в саду. Ну, я на самом деле не очень люблю это, правда-правда вообще. Зачем? Там так красиво. Ну, пришли, там, стряхнули, постучали колотушками. И именно это. Наслаждайтесь зимней сказкой, которая у нас очень редко бывает. Ну, я надеюсь, да, за декабрь все успокоятся, у нас наступит какая-то нормальная зима. А мы с тобой найдём о чём поговорить. Да. Да. Какими знаниями поделиться. Я вот тут читала, проверяла свои ролики, да, и читала животрепещущие вопросы, смотрела, что я пропустила, не пропустила. Очень много вопросов по поводу обработок в саду. Вот, и мне кажется, это надо как-то заострить внимание на том, чтобы люди пользовались аккуратно препаратами защиты. Больше использовали биологические препараты, которые очень хорошо работают. Вот, чтобы, ну, создавали в саду свой микроклимат и здоровый такой. Ну, ты знаешь, у меня самые часто задаваемые вопросы в последнее время, я больше всего их постоянно встречаю. Проблема кротов летом и мышей зимой. Потому что мыши, в отличие от кротов, зимой по-прежнему активны, роют норы и в земле, и в сугробах, и какой-то потенциальный вред они несут. И люди, опять же-таки, решают для себя во многом даже какую-то этическую проблему. Убить, выгнать или смириться. Я думаю, что мы запишем с тобой, может быть, об этом ролике. Ну, можно. Можно попробовать. Хорошо. А пусть пока до мыши трепещут. А мы с тобой обязательно вскоре увидимся и поговорим на эту тему. Отлично. Хорошо. На этом все. С вами был канал Европлант и прекрасная Лада Кулыгина. И я, Андрей Смирнов. Всего доброго. Благодарю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.